Заинтересовать ребенка и помочь ему увидеть общую картину мира. Такие задачи перед собой ставят учителя, которые сегодня принимают участие в научно-практической педагогической конференции. Преподаватели применяют метапредметные технологии, добавляют в образование творчество. Как это влияет на результат, узнала Наталья Цопина. Хор семиклассниц победитель областного фестиваля. Сегодня открывает конференцию. Девочки не только отлично поют, каждая умеет играть на каком-либо инструменте. В прошлом году получили диплом музыкальной школы. Предметы художественно-эстетического цикла помогают всестороннему развитию школьников, учат разбираться в культурном пространстве. Еще один секрет успеха – метапредметные технологии. Изучили что-то на истории, похожую тему изучили на литературе, но никак у ребенка это не соединяется, что это одно и то же явление. Часто очень ребенок об этом не задумывается. А вот когда есть эти связи межпредметные и есть метапредметный подход, такой надпредметный подход, то, конечно, для ребенка это более целостная картина. Как соединить межпредметные связи с федеральными госстандартами? Что такое смысловое чтение и какой может быть мотивация учебной деятельности? Сегодня эти вопросы обсуждают в 168-й школе Мегаполиса. Участие принимают не только учителя Новосибирска. Омск, Магнитогорск, Санкт-Петербург, Барнаул, Иркутск. Доглад из Красноярска – творческая среда школьного театра. Возможности и ресурсы. Пусть не каждый хочет стать актером, но театр помогает всестороннему развитию. Это могут быть разные формы театральные. Это может быть даже театральная студия небольшая, это может быть литературная гостиная, это может быть, предположим, лаборатория театральной профессии. Вот на каких-то минимальных таких шагах вовлечься в театральную среду, ну, конечно, до уровня спектакля. За рубежом решают те же вопросы. Доклад из Германии Людмила Лейпсон по видеосвязи рассказывает об эвритмии – искусстве художественного движения. В Новосибирске тоже синтез искусства в фокусе внимания. Это позволяет увлечь школьника. Это позволит ему связать живопись и музыку, например, связать какие-то моменты своей жизни с достижениями цивилизации. Самое сложное, наверное, уместить все это в один час из оба по программе. Говорят, что в Японии занимаются ребятишки рисованием каждый день. И это дает очень хорошие результаты. Два десятка докладов обменяться опытом, чтобы учить детей с новыми силами. В 2006 году победитель конкурса «Учитель года» Андрей Геннадьевич Успенский сказал, что работа учителя – это работа разгоняющего в бобслее. Мы запускаем процесс, и от того, насколько мы подготовлены к этому запуску, зависит и результат. Не всегда можно увидеть здесь сегодня и сейчас. Но когда проходят 10, 15, 20, 30, уже 40 лет, могу сказать, и приходят к тебе ученики, и они читающие, думающие, мыслящие, состоявшиеся, наверное, разгоняющие, что-то сделал, среда была создана. Материалы конференции традиционно издают. В этот раз сборник посвятят году наставника и педагога. Наталья Цопина, Тарас Тарасов, Новости ОТС.